Сегодня у нас новая распаковка в Эмиратах. Смотрите, какие прикольные, чудесные экземпляры. Понюхаем, покажем, расскажем цены. Подписывайтесь, ставьте лайки. И мы начинаем. Всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах и эксперт в парфюмерии Наташа. Нет, я не эксперт, не верьте ей. Я любитель. Я любитель, тратящий денег. Да, точно. Что произошло сегодня? Мы получили 5 отличных разных духов, ароматов. Заказали их онлайн. Ну, ехали на тренировку в зал, но решили взять с собой парфюмы и снять видео, поскольку мы просто не можем удержаться, чтобы их не распаковать. В общем, канал Училка физкультуры в Эмиратах. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментах, что вы думаете про это. Начинаем наш рассказ. Солнце светит прямо в глаз, потому что солнце там находится. Так что, дарим вам солнышко и начинаем. Так, у нас 5 ароматов, как Коля сказала. Это Унгаро Дива, потом такой для меня вообще незнакомый Жан-Луи Шерер, Ноулинг от Эстелаудер и 2 аромата от Жанна Пату. Это миниатюрки. Первый это 1000 называется, а второй Сублим. Так, цены. Причем эти ароматы уже были распакованы, видно это тестеры. Они так идут. Они не были в пленочке. Пока ехала, not for sale. То есть, как люди, получая деньги, с этим живут, я не знаю. Так, цены. Значит, Дива стоит 27 долларов за 100 миллилитров. Это парфюмированная вода. Ноулинг стоит 47 долларов за 75 миллилитров. Тоже парфюмированная вода. Жан-Луи Шерер это тоже парфюмированная вода. Стоит 27 долларов за 50 миллилитров. И малыши по 5 миллилитров стоят по 4 долларов. Вообще копеечку. Так, эти, как мы сказали, они уже распакованы, можно доставать, а эти еще в этой пленке. Сейчас мы их пошуршим. Смотрите, мы вам показываем, что они в пленке. Если сейчас будут шуршать, я просто вырежу и вам этого не покажу. Кто не любит это шуршание? Пошуршим. Что-то запахло. Как так может быть? Пролилось. Ты написала made in Italy, Paris. France, France. А это что у нас такое? Это в Америке, но на Москве. А где ты смотришь? New York. Made in Switzerland. Швейцария, окей. Сейчас начнем. Швейцария, Швейцария. Гэдэн, Швейцария. А я что сказала? Ладно, не обращайте внимания. Я это вырежу, обещаю. Так, товарищи в белом, знаешь, что я тебе попрошу? Смотри, я пока тут это, мы получили, я вот эти уже немножко понюхала, да? А вот этот я знаю, один раз я нанесила себе на руку. То есть один раз я его уже знаю. А вот эти два аромата я брала вслепую. Посмотрела немножко отзывов на ютубе. Вот это вот почитала, ну просто почитала, потому что я не видела такого аромата. Тоже, ну, интересный отзыв. Поэтому для меня я тебя попрошу, знаешь что? Давай ты мне набрызгаешь, вот, ну, запомнишь, где на какой салфеточке. Мы сегодня взяли такие салфетки большие. И я попробую угадать, какой это аромат. Хорошо, давай тогда я набрызгаю, значит. Ну, мирадов, жизнь без этих салфеток невозможна. Я салфетки, я сейчас буду брызгать. Давай ты хотя бы распакуешь, бутылочку покажу. Да, пардон. Давайте покажем бутылочки вам красивенные. Я это, можно распаковать? Да. Что мне нравится, здесь такие малышатки. Такие симпатюльки, посмотрите, сейчас я вам покажу. Вообще класс. Малышатка желтая, я так и оставляю белую. Люблю я распаковывать, смотрите, еще малышатка. По 4 доллара, да, вообще, ну, нормально так цена. Нет, красивая, красивая, королевская что-то. И упаковка красивая. Да, такая твердая, такой хороший карсон, такой качественный. Кто-то за него еще платил потом. Так, один и второй. Слушай, мне этот коньячок напоминает даже где-то, не знаю. Да, салфетка. Давай, я уже в нетерпении втяжу. Отворачивайся, я буду брызгать. На жизнь отдыхающих. Отворачивайся, отворачивайся. Все. Главное не перепутать, что я брызгаю. Дашь мне в левую и в правую руку, и потом это. Ладно. Ой, что-то уже запахло. Что-то пахнет. Ой. Какой-то прикольный. Я не угадаю. Не, угадаешь, угадаешь, я думаю. Я уж почти угадала. На, это в правую руку, а это в левую руку. Давай, сейчас Наташа будет нюхать и определять, что это такое. Не меняем руки. Что, то есть у нас здесь вот два аромата, которые мы сейчас будем определять. Так, мне нравится пока, ну как нравится, этот мягче, этот как медовый. Я думаю, это Дива. А кто из них, Дива? Вот это Дива. Да, ты угадала. Ну, я тоже решила не менять руку, она стоит слева, и я тебе дала в левую руку. Нет, я не угадала. Опять же, потому что, знаете, почему Дива? Потому что, опять же, отзывы, я начиталась о ней, отзывы, что идет как будто бы медовый аромат. И вот эти нотки сладкой медовости. Мне приятно, вы знаете, я не любитель ароматов, но хороший запах, спокойный такой. А здесь, а мне хвойное нечто, ой, мох какой-то. Ну, не может быть, что мох прямо в начале. Ну, просто такие, как говорится, зеленые нотки. Мы уже описывали какой-то. Абергим Эль Кураши, да, или что мы описывали? Да, да. Смотрите по ссылочке в описании, если не смотрели. Зеленые нотки. Слушай, ну, про эти ароматы давай я почитаю. Ну, тебе вообще нравится как-то? Нравится. Подожди. Не зря потратила деньги? Знаешь что? Откуда я знаю? Зря я не лезя. Я только их это купила. Значит, про Диву. Аромат для женщин принадлежит группе Шипровые Цветочные. Выпущен в 83-м году, в 1983-м, парфюмер Жак Польш. Верхние ноты – альдегиды, индийская тубероза, кориандр, кардамон, мандарин, бергамот, средние, турецкая роза, марокканская роза, гвоздика, цветок, иланг-иланг, нарцисс, корень ириса, египетский жасмин. Базовые ноты – мед, дубовый мох, цибетин, ирис, сандал, пачули, амбра, ветивер, мускус и ваниль. То есть это старый, ну, не старый аромат, это классический шипровый аромат. Я не поняла, что за туберкулезы, что там было. Она меня позорит. Тубероза, тубероза, это вообще, в принципе, вся парфюмерия, так как я умничаю, ну, то, что слышала, знаю, строится практически цветочная на трех цветах. Это тубероза, роза, жасмин. Тубероза, типа, ты должна быть розой, тубероза. Читаю про вот этот вот аромат, которым я не знала, Жан-Луи-Шире. Это аромат для женщин. Он принадлежит группе шипровой цветочной, то есть два шипра. Это, кстати, тоже шипр. Значит, создан в 79-м году. Так, Жозе Рамис, парфюмер, верхние ноты. Зелёные, гиацинт, альдегиды, почки чёрной смородины, фиалка, средние ноты, корень ириса, роза, гвоздика, цветок жасмина. Жасмина, ой, простите, гвоздика, цветок, жасмин, гордения и юбероза, базовые ноты дубовых мох, ветиверцы, бетин, кедр, сандал, мускус, амбра и ваниль. То есть они, в принципе... Я снова не услышала. Это ноулинг. Нет? Я снова не услышала. Что такое почки чёрной смородины? Я не знаю. Почки чёрной смородины. Это ноулинг, но набрызгала? Да, есть почки. Но ноулинг какой-то строгий для меня. Мне эти два больше нравятся. Только что ноулинг набрызгала. Ребята, девчата, кто знает, пишите. Мне интересно ваше мнение. Но мне какой-то он одеколонистый, мне кажется, нет? Потому что это Шипрый. Нам всё время кажется, что это одеколон. Почему мы говорим одеколонистый? Папин Шипрый. Папа брызгался каким-то таким, да? Папа брызгался не шипрой, папа брызгался... Одеколоном, да. Ну, напоминает мне одеколон. Он наносил наверняка. Просто мы знаем это как одеколоны. А то, что одеколоны это был шипровый аромат, и кто ж об этом знал? Ты права, ты права. Новинга. Создан в 88-м году. Парфумент Жан Керлио. У нас просто все сносит. У нас все сносит. Солнце закончился, начался ветер. Жан Керлио. Кто-то создал еще Жан Керлио, только что читал. Ну, ладно. Значит, верхние ноты. Альдегид, мимоза, роза, кориандр, зеленые ноты. Слива, тубероза, дыня, средние ноты. Пачели, кардамон, кедр, лавр, корень ириса, жасмин, цветок апельсина, ландыш и питоспорум. Базовые ноты дубовый, мох, пачели, цибетин. Цибетин везде есть, да? Это раньше... Цибетин это кто? Это что-то берут у твоего знакомого циветы, у зверяка, по-моему. Цивета, боже мой, прелестное животное. Когда они пробовали, самый вкусный, дорогой кофе. Это циветы воспроизводят, кушают кофе, вся горечь очищается их желудочком, и потом они выдают на выходе шикарный кофе. Надо только его почистить хорошо. Так, санда, ламбра, корень ириса и мускус. Ну как, прекрасно? Да, почему ты сказала, что цветы мои друзья, и теперь мне это не понятно? Нет, просто... Меня это заинтересовало. Так, давай про вот эти вот ароматики. Что-то мы как-то голубом по Европу, тебе не кажется? Нет, нормально все рассказываю. Мне не кажется, мне такие ароматы, где эти? Ты уже все выбросила? Нет, вот они. Ну я уже собрала все. Это бокс. Давай еще раз добавим. Да, 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 да. Слушайте, знаете, что я смотрела? Что вот эта крышка, это стекло, а не пластик. И увидела у одних людей тоже на ютубе, муж с женой, они тоже рассказывают про парфюмерию. Я, к сожалению, не запомнила, как их зовут, но я подписалась. Ты знаешь, как он сидел, муж? Он так сидит и так... Слушай, прикол реально. Это графинчик. Класс, это реальное стекло. Люди заморочились, это классно. Ну вот, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну потом мы расскажем все-таки про маленькие ароматы. Ммм, какой медовый красивый аромат. Понимаю, что маленький, кстати, на крышечках тоже есть. А этот, этот действительно, он пока какой-то зеленый, ну альдегидный, но это шипр действительно, значит, он должен раскрыться попозже. И ноулинг, а ноулинг, он действительно строгий. Ну как строгий? Это уверенный в себе аромат по сути. Даже не уверенный человек, а уверенный аромат. Не уверенный нюхаю, если честно. Ах, какой ароматный, хороший. Что ты делаешь? Кого? Сублим. Сублим. Что мы о сублиме знаем? Я так на пальчик пока не понимаю, слушай. Ой, какой нежный, цветочный аромат. Или совсем легкий, я его не чувствую, или после шипра я его точно не чувствую. Слушай, он адекалоном тоже пахнет. Ну мне сразу-то как бы, такой что-то адекалон, как шипр, ну вот легче, легче. Намного легче, или я вообще его не почувствовала. А ну сейчас я себе, тут не пульверизатор, просто наливать. Надо понюхать. Я их брала, эти малыши, этих просто брала. Без всяких прочтений о них, без затестов, без ничего. Да, 4 доллара, в принципе, это можно взять. Потому что, как бы, цена небольшая. Вообще небольшая. И чтобы понять, нравится, нет, я вообще не знаю. Я так понимаю, что это такие тестеры, вообще, не для продажи. Да, ну как, не для продажи. Ну как, для продажи, но на самом деле это тестеры. Значит, на правой у меня Сублим, на левой у меня тысячу. Ай, строгий. А Сублим цветочный аромат. Ну, наверное, я подзабилась уже, что-то не... Наверное. Надо было или кофе взять, или передохнуть, хотя здесь ветер свежий. Я его перефотографировала. Что ж, Сублим. Ух ты. Он выпущен, Сублим, в 92-м году. А ты знаешь, я думала, это все-таки тоже, как бы, из одной серии ароматов 80-х, 70-х. Парфюмер. О, Жан Керлео. Только что, опять же, было. Ноулинг был, Жан Керлео. Да, какой-то ты говорил. Так, верхние ноты, Илан Килан, Мандарин, Апельсин, Бергамот, Средний, Жасмин, Роза, Цветок Апельсина и Ландыш. Базовые. Амбра, мускус и пачелю. Ну, это нежный аромат. Он такой хороший. Он подойдет, мне кажется, под все. Но это не тот аромат, который можно, знаешь, вот надо... Вот стоит там 100, не знаю, 5, 100 или чего-то, сколько-то ароматов, количество. Надоело все, и я одену его. Это не так. Вот нет, это не так, потому что надоело, и он какой-то нейтральный. Он красивый. То есть ты выберешь его под что-то? Нет, я его не выберу под что-то, но это не проходной аромат. Он очень, он тоже дорого звучит, он приятный, сладкий. На работу или на вечеринку ты бы что взяла бы? Из чего? Ну, этот аромат, ты его взяла бы на работу или на... И туда, и туда. Действительно, он и в офис никого не задушит. Окей. И на вечеринке нормально будет смотреться. А на собеседование, на важное собеседование, чтобы произвести впечатление. Какое из этих пяти ты бы взяла? Откуда, я знаю, представляете, я прихожу на важное собеседование, набрызгался у человека. А человек вообще не на вид. Я даже не знаю. Хорошо, но ты бы чем-то брызгалась бы, все равно ты бы шла бы. Какое бы ты взяла? Пока я не знаю. Наверное, самый низкопахнущий. Знаешь, почему я тебе хочу... Ну, вот ты хороший вопрос задала, я, наверное, тебе попытаюсь ответить. Сейчас я не могу понять. Вот действительно... Ну да, надо погулять время еще. Как оно раскроется. Потому что, потому что вот эти ароматы, которые арабским мы купили... Это не Аль Курайш или Яс? Да, 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 да. От Аль Курайши, да? Ссылочку ты где-то будешь вставлять? Да. Вот сюда? Нет, ссылочка обычно вверху вставляется. Значит, что хочу сказать. Я же уже их поносила, время прошло. Те ароматы, их нанес, вот как они, я их понюхала, да? Я их нанесла на тестер, я их нанесла на себя, поносила. Они такими же и остались. Не раскрылись, да? То есть, они не раскрылись, они как были, так и есть. Но они не ушли в плохое, они не стали хуже, они не стали душить. Они просто, ну вот как, они как есть. А вот такие ароматы, я не думаю, что к таким ароматам можно вот так вот сказать. понюхал и ушел эти ароматы не так делались в те времена и вот знаешь этим они интересны что нельзя стереотипно сказать фу вот этот дурацкий ну честно мне не нравится это выражение бабушкин шкаф или бабушкин сундук или что-то еще такое вот о них нельзя так сказать а вот я ошибаюсь он создан двухтысячных годах молоденький тут же жан корлео видимо он у них был штатным парфюмером верхние ноты османтус фиалка и априкос средний роза жасмин герань и ландыш базовые ноты сандал пачули и дуб значит это тоже шипр в принципе хотя принадлежит пишет группе цветочные из наших подписчиков какие-то из этих парфюмерий пробовал напишите он хороший он такой мягкий я буду даже вот если вот дива бы наверно ой какой дива красивый такой нежный дорогой аромат меня удивила цена дорогой здесь здесь самый дорогой ну во-первых объем нельзя сравнить ну я не знаю как мы будем сравнить если по объемам они все разных объем большой 100 миллилитров 27 долларов по моему очень очень даже неплохо это нормально я-то его вообще-то посмотрела потому что он реально ну вот эта цена и обратила внимание первую а потом уже почитала отзывы не посмотрела видео на ю тубе и вот это вот то что это красивый флакон и красивые писали аромат и поэтому как бы выбор пал на него а вот этот вот интерес боже это он пахнет он же не так у меня уже все пахнут одинаково одинаково пахнут одеколоном нет ни одеколонами что-то у меня уже совсем запах но это вот действительно те ароматы которые нельзя вот так скачать набрызгать помешать это те ароматы которые нужно подойти с уважением дать время и себе ароматом понюхать познакомиться но и знаешь мне что-то кажется что ну по крайней мере ноулинг я знаю этот аромат меня не задушил голова не заболела то есть лучше побрызгаться в магазине выйти погулять и потом уже может даже через день где их можно найти потому что понюхать нигде здесь ну у нас то я не знаю где можно подать действительно все практически закрыто это ну как бы ароматы которые уже не так и популярны скажем так да и это там новая реформулировка ну то такое но вот этот аромат я в украине особо и не нашла просто жан-луис шерер если вдруг знаете где найти в украине в россии по странам снг напишите и цены тоже напишите действительно где-то похож на мистерию от и вот раша сейчас он раскрывается какие-то нотки в нем есть ты читала просто люди писали но они писали про туалетную воду а это то и парфюмированная вода в общем короче ты покупками довольна ты заказал я не уверена насчет тысячи меня как-то душит начинает не знаю что в нем наверно это сманту что-то вот доминирует и мне это не то что неприятно но не интересно скажем так а рука тянется всего 4 доллара так что это не жалко небольшая потеря да но наверное брать дорогие духи так на бум наугад это конечно ну для меня точно не не подходит не это неправильно пишите дорогие наши подписчики что вы думаете в комментариях в общем ставьте лайк подписывайтесь комментируйте но если диск лайк ладно тогда аргументируйте все с вами была наташа и училка физкультуры в эмиратах ольга романова всем пока всего доброго пока